друзья друзья привет я снова рад хотел сказать видеть вас к сожалению я вас не вижу но рад что вы видите меня хотел сказать как я рад видеть вас но не получается сказать тогда рад что вы можете видеть меня а я буду чувствовать ваше присутствие вот тем более я вижу что сразу же опа и кто-то зашел приятно друзья мои мне очень хочется построить ряд эфиров таким образом чтобы мы могли с вами пообщаться вживую потому что в основном получается так что все мои эфиры они идут в принципе в большинстве своем случае видимо налогом и я о чем-то рассказываю видимо налога ну правильно потому что часто я докладываю какую-нибудь тему которая кажется мне животрепещущей очень важный вот и я высказываю свою какую-то мысль по этому поводу вот и конечно мнение мне чьё-то ваше мнение очень важно времени у меня на живое к общению ну не хватает на вот так а вот мне хочется пообщаться то есть чтобы вы задавали вопросы или например разбились своими мыслями какими-то по этому поводу вот и поэтому давайте попробуем в таком ключе вот смотрите и вынес я сегодня в эфир такую тему да как тренироваться днем и сохранить при этом силы почему такая тема появилась во первых напишите кто из вас на тренируется днем вот прямо реально днем не с утра там до перед работой не после работы а вот я не хочу сказать что во время работы на тренироваться а вот в обедный перерыв например в районе 12 часов двух часов то есть приезжает спортивный клуб или вешает пиджак на спинку стула и идет заниматься в какой-то корпоративный спортзал или в клуб который находится в торговом центре поблизости или где-то еще вот только что отлично вот я только что по стренировке еду вот кто а кто бы хотел а этого не получается никак или кто наоборот сосчитает что в принципе это непродуктивно потому что многие пишут мне вот такие вещи михаил юрьевич от вы едете на тренировку часто вот эфиры проводите к 12 часам там занимайтесь и потом следующий идет эфир предположим часа в три минут как сейчас буквально то есть тренировка длилась где-то два два с половиной часа сейчас вот надо ехать на работу еще и рабочий день ты не закончился собственно говоря надо еще заниматься то есть делами какими-то и у сил то уже нету тут будет наоборот отдохнуть пообедать бы а еще пообедать после тренировки и вообще кидает сон сил заниматься нет вот как же это делать то вообще в основном год получается после работы а после работы бывает так что и на полноценную тренировку сил уже не хватает и приходится выбирать либо тренироваться и не работать либо работать и плохо тренироваться вот все вот такая дуальная тема это вам типа вот мне пишут или кому-то еще вам там буржуям это вы можете выбрать все время когда хотите заниматься в спортзале тут живете тренируетесь когда хотите на ребят я по этому поводу уже много раз писал видео и статьи и аудио на самом деле я такой же человек как и вы абсолютно нам всем дал творец 24 часа в сутки ни у кого 25 нет ни у кого у всех 24 не больше просто все распределяют свое время по-разному если вы хотите посмотреть где и я рассказывал о том как при любом образе жизни при любом стиле работы успевать делать все обязательно посмотрите зайдите в сообщество кухонный философ в том числе плейлист на ютубе такой у меня есть и во всех социальных сетях есть плейлист кухонный философ а можете набрать два хэштега кухонный философ и михаил шил под этим двум хэштегом я правда не знаю 20 сразу ли можно набирать там по кухонному философу найдите вы найдете мое видео где я рассказываю как раз об этом как на любом уровне совершенно и при любом количестве времени находить время на все что для этого нужно поменять и как нужно все построить ну так ребят кто еще тренируется днем или кто хотел бы заниматься днем но не получается вот хотелось бы но не получается а кто считает что днем заниматься вообще-то неправильно днем надо заниматься другими делами тренировка утром то еще можно там да если сил найти перед работой это уже концентрации сил нет надо утром заниматься медитацией йогой дыханием не более того это многие считают а про вешка лыжи там лишь тем более работа по мешку и какая серьезная тренировка утром уже нельзя днем это безобразие вообще а сколько мне доводилось слышать что утром бег это бег к инфаркту это вообще представляли бы я как врачу мне приходится постоянно сталкиваться с этой темой пишут мне вопросы задают а вот как же вот человек же просыпается с утра у него там кортизола большое количество гормона стресса 5 десятый глюкозы нету в организме он вообще в депресснике там и вот надо идти на тренировку да он вообще себя просто загоняет это же невозможно это все зависит от того как вы просыпаетесь а чтобы научиться правильно просыпаться надо научиться правильно спать выводы правильный режим дня настроить себя правильно если механизмы как это лучше всего делать его николай пишет на рабочем месте изометрические упражнения гимнастика анохина прыжки на месте вот но вот но это нечто напоминает больше гимнастику там производства план то есть то что вообще получается и сделать на месте согласен это тоже классно я вот тоже когда работаю в кабинете я не сижу за столом по несколько часов я стараюсь в районе где-то каждые полчаса 30 минут или 40 минут там может быть что-то делать у меня есть специальные стойки для отжиманий на полу вот есть другие приспособления там по типу ролика и я вот делаю несколько подходов иногда там ухожу даже и делаю суперсеты в суперсет ухожу каким образом прямо ставлю себе таймер на рабочий стол на каждые где 20 минут это когда вот оцифровка видео у меня там идет или монтаж и через каждые 20 минут у меня срабатывает таймер я работаю круг круг из пяти упражнений это например кранч мой кранчи потом поднимание ног потом отжимания потом берки например или вообще просто приседание или выпрыгивание вот и еще какой-нибудь тип упражнений по типу планки например на пресс все вот я делаю этот цикл и опять запускаю ну сажусь опять запускают сорваться видео или продолжаю какой-то видеомонтаж вот таким вот образом тоже имеет право на жизнь но я и честно про тренировки про другие это когда вы работу прекращаете прямо полностью заканчиваете и выделяете какое-то время на полноценную абсолютно тренировку боевыми искусствами силовым сам тренингом вот спасибо большое круг это здорово ну нет это это реально это реально хорошо когда мне времени хватает на то чтобы специально тренинг сам провести я круговые тренировки с подобного плана делаю но это в основном еще это и тогда происходит когда работа сам сам тип работы позволяет потому что есть работа которая требует высочайшей концентрации это там изучение например каких-то материалов новых это например ну планирование или сложные какие-то работы по написанию сценарий книга статья там нельзя разрывать поток мышления если вот уже мысль хорошо пошла ее нельзя прервать потому что стоит ее только прервать на физическую деятельность и все концентрация пропадает мысль уходит и теряется не ну не то что рабочий настрой а теряется поток вот маза скажем так уходит и потом чтобы войти в это состояние снова требуется потратить 20-30 минут поэтому здесь лучше не прерываться на в таком ключе а вот когда работа более механического плана там скопировать вставить применить эффект там что-то еще вот такого рода это вот да или например работа над почтой когда не надо там отвечать на какие-то большие письма требуют ответа они в районе там ну пяти минут на письмо тоже нормально получается то есть берешь 4 письма там отвечаешь 20 минут все потом сделал упражнение вот но я про другое когда полноценный 3 вот я на самом деле сторонник полноценного я считаю что прерываться на абсолютно целевую тренировку очень даже полезно на целевую не то что там а прервался сделают кусочек потом поработал опять прервался нет заливая то есть которая занимает полтора ну а часа скажем так от часа до двух двух с половиной часов и что я хочу противопоставить тем кто говорит о том что сил для работы не останется ну во первых самое главное все зависит от уровня тренировки от он и тренированности вот так если уровень тренированности высокий то я вас уверяю чем вы больше тратите тем вы быстрее восстанавливаетесь я конечно не говорю что надо загнать себя в кроссфите такого состояния что блевать будете тогда конечно вряд ли вы восстановитесь имеется ввиду тренинг должен быть в зоне естественного но не комфорта он должен быть довольно тяжелый вот но в таком ключе чтобы вы не заходили за предельную зону с кардиозону свою то есть предположим не выходили за режим 120 120 140 ударов за минуту и в этом режиме работы вот таком ключе тогда вы будете восстанавливаться очень быстро но при том условии что вы тренируетесь уже давно и уровень вашей тренированности довольно высокий вот если такого же тренированности нет конечно целевая тренировка должна поначалу быть довольно легкая вот но любая тренированность достигается не любая конечно а начинается мне проявляться хорошо тренированность любая за две недели регулярной практики это доказанный и физиологический факт любая и умственная и физическая тренированность она и вот так и проявляется если вы начали регулярную практику ежедневно какую-то то тренированности вы достигнете за две недели на этом уже надоснованные тренировочные сборы предсоревновательные когда вы едете куда-то две недели за две недели достигается пиковая форма до от той который уже есть поэтому если форма слабая то пиковая форма будет низкой но она будет пиковая вот вместо себя помучить а тут мучить себя не надо вот и вы заметите сами что чем вы больше на тренировке отдаете выкладываетесь хорошо все это получается то в итоге очень быстро восстанавливать это очень похоже на то как вы замещаете или заменяете воду в вазе с цветами вот стоят цветы да вот вы взяли и заменили воду на свежую или рыбкам поменяли ну не знаю с рыбками может не очень хороший пример пошли рыбок вода должна отстаиваться на ней они не очень любят супер чистую воду там которые да надо в ней определенные где была микрофлора там все такое а но вот цветы любят до свежую воду предположим вот так вот и здесь такая же фигня то есть вы выплескиваете вот все это плохое делаете такое энергетическое а кровопускание вы выплескиваете энергию у вас выходит этот горький пот с кожным салом со шлаками которые под кожей накопились выплескивается негатив и все остальное и вы после тренировки вообще свежи и бадры если вы себя не замучили ну я говорю поэтому не надо себя по первой стесом замучивать а потом ваш тренировок просто выше и будет заниматься намного лучше а вот одним ты как раз понимаете если у вас работа больше не физическая а творческая днем тренировки как раз это самое то что нужно потому что для умственной работы как правило день вот и середина дня не очень продуктивный момент ну это это тоже доказанный физиологический факт я вам это как доктор говорю самое творчество идет именно как раз с утра умственная работа когда нужно что-то запомнить я неправильно сказал не творчество умственная работа с утра надо почитать изучить какой-то материал вот что-то подумать вот размышлять запланировать это с утра подходит потом в течение дня как раз очень хорошо заниматься физической рутинной деятельностью какой-то механистического плана такой а вечером проявляется больше творческий потенциал до к вечеру когда хочется что-то сотворить что-то такое эстетическое какое-то направление работает вы больше склонны воспринимать более тонко искусство воспринимать собеседника размышлять на абстрактные какие-то темы но в том числе это важные строить перспективные планы на жизнь что-то там вот таком ключе вести какие-то заниматься работой которая требует творческого подхода креатива вот на таком ключе это конечно не говорит о том что утром плохо тренироваться и вечером плохо тренироваться да запросто но и бы сейчас говорим про то что днем это можно делать очень даже хорошо день как раз для этого очень хорошо и предназначен для того чтобы израсходовать не израсходовать а применить свои силы которые физически которые у вас есть для того чтобы их стало еще больше я вам гарантирую их станет больше однозначно стоит только попробовать вопрос в том что абсолютное большинство людей этого не пробует некоторые вынуждены вот я приезжаю в спортивный клуб я вижу тех людей которые просто не могут найти другого времени потому что вечером хотят больше уделить время семье но это опять же из-за того что у них просто не получается построить правильный режим работы и жизни для того чтобы у нас общаться нормально с семьей со своими друзьями особенно больше всего поражают те кто специально выбирает время для тренировок днем потому что вечером они с друзьями пиво будут пить вот они хотят и рыбку съесть и и и со сигаром это поворотся вот такая эта фигня присутствует то есть прям противоречит абсолютно другому а друзья не хотят заниматься пойти поэтому они бы лучше бы может быть с друзьями позанимать вечером спортивном клубе пообщались но но друзья пиво любит пить а человек считает что вот ему для здорового для образа жизни надо бы еще бы пойти бы в зал вот они выбирают дневное время но те кто начал постоянно посещать тренировки дневные они на дело подсаживаются считать что это очень хорошо вот поэтому я вам принципе тоже советую попробовать по крайней мере но я говорю что это не даст эффекта если вы попробуете один или два раза это точно эффекта не даст это надо попробовать в таком ключе чтобы поработать надо месяц или два потом кто готов попробовать интересно поделились бы вы результатами потом было бы интересно очень вот а из тех кто занимается все таки днем вот друзья вот из вас что или пробовался заниматься днем вообще как днем тренировка получается так же хорошо лучше хуже или когда вы вообще когда вы чувствуете что тренировка получается лучше всего утром перед работой или после работы вечером или днем вот когда вы чувствуете что вы максимально работоспособны и у вас вот прям все получается если вы занимаетесь предположим искусствами боевыми Вы чувствуете, что ловите кураж, и классно все получается именно вечером или на ворот, утром. Вот кто, а как? Я вот могу поделиться. Вы пишите, мне будет интересно, я озвучу. Да вы сами сейчас увидите все. Я хочу сказать, что у меня разный тип тренинга, ну я для себя так выработал, в разное время лучше получается. Я пробовал самые разные сочетания на протяжении многих лет. Обычно утром. Вот я скажу, что у меня идет утром лучше всего. Утром лучше всего у меня идет кардио. И я очень рад, что это совпадает с тем, что как это в принципе и должно быть, если вы хотите подсушиться, похудеть и все такое прочее. Потому что самое лучшее это делать кардио с утра натощак. Об этом у меня тоже были видео хорошие. Но это не менее получаса должно присутствовать обычно. А что это за кардио такое? Я сейчас объясню. Ну, во-первых, это лыжи. Это вот с зимой. На втором плане. Так. Вот. Сейчас вернемся к этому. За Николай Николас. Я прошу прощения. Значит, это бег, это лыжи, это ролики, это велосипед у меня может быть с утра. То есть я все стараюсь обязательно провести тренировку на природе, на улице. Очень часто в сочетании с этим, а бывает даже и как целевое совершенно, ну, где-то отдельно. Это бой с тенью или работа по снаряду. Вот там кардио вообще капитально. Вот это у меня с утра очень хорошо. Разумеется, перед этим, перед всем я делаю обязательно медитацию, суставную гимнастику, растяжку, йогу, энергетические комплексы, энергетические ката, тэншо, санчин, вот с таком ключе. И потом уже кардио идет. Вот это вот самое то, что у меня прокатывает утром. Пробовал я утром заниматься силовым тренингом. Вот не очень. Был просто, вынужден был. Ну, пробовал. Не очень хорошо получалось. Вернее, получалось-то все хорошо. И тренировку-то я полностью проводил, но чувствовал, что я не выдаю максимальные показатели, которые я могу. Вот силовой тренинг у меня лучше всего идет вечером. Вот прям самый лучший всего силовой тренинг вечером. Не днем, а вот именно вечером. Даже чуть ли не на ночь. Некоторые говорят, на ночь плохо заниматься. Ну, на ночь может быть и плохо прямо перед сном. Но часа за два, за три перед сном, вот у меня нормально, хорошо получается. Вот. А вот днем как раз мне больше всего нравится заниматься боевыми искусствами. То есть теми вещами, ну, днем это имеется в виду в интервале с 12, предположим, мы до пяти, до шести часов дня, вот в любое время из этого у меня получается наиболее хорошо заниматься боевыми искусствами. У меня, вот, чувствую, самый именно подъем хороший для этих вещей, когда хорошо идет и спарринг, мозги хорошо работают для тактики поединка, и тело настроено на серьезную такую работу, которая зачастую бывает и рутинная, и монотонная, а бывает, наоборот, очень креативная, но в основном анастического плана, тяжелая, такая вот с рваным ритмом дыхания, вот. Получается очень хорошо. Вот в таком ключе. Это не значит, что я все время придерживаюсь такой концепции, вернее, стараюсь ее придерживаться, вот. Но бывает по-разному. Но если вот мне, я бываю где-то за границей, или какой-то командировки, и подгадываю под время, предположим, вот у меня есть время позаниматься только вечером. Я могу в этот день опустить, предположим, кардионагрузку и позаниматься только силовым тренингом, потому что знаю, что наиболее эффективно пройдет у меня силовая тренировка. Если я могу провести одну тренировку в день, и я знаю, что у меня время будет конкретное, вот только вот такое, а другого не будет, то я уже именно подстраиваюсь под то время, когда у меня что-то лучше получается, чтобы максимально получить эффект и получить удовольствие от этого. То есть, если это утром я могу позаниматься, да, и лишь одну тренировку, это, скорее всего, будет кардиотренировка. Если я могу позаниматься днем, это одна тренировка у меня только будет, то это будет искусство боевое. Если вечером, то, значит, это будет у меня силовая тренировка, скорее всего. Вот в таком ключе требует экспедиции. Поздравляем вашей трансляции. Спасибо. Спасибо фейсбуку. Говорит, понравилась трансляция. Видите, ребят, когда мы с вами вот так общаемся, трансляции интереснее намного. Вот, значит, Николас пишет. В любом случае во второй половине дня, утром чисто включение систем. Вот, тоже правильный подход, я говорю, но я об этом надозвучивал, что некоторые люди говорят, что с утра тренировки, даже кардио, даже пусть бег с ангетрусцой, это тяжеловато. С утра надо в основном заниматься рефлекторной гимнастикой, энергетическими комплексами, цигун, дыханием и все такое прочее. Вот это вот больше подходит. Может и так, но нет. Вернее, это так. Совершенно правильно. Я все это тоже делаю. Но мы сейчас ведем речь о том, а можно ли подключить какую-то другую тренировку в плане физической. Я уверен, что можно найти тот тип физической деятельности, который можно подключить и с утра. Почему я считаю, что нужно уметь в любое время суток тренироваться? Я вот обозначил. Для тех, у кого работа подразумевает такие-то моменты, как командировки, или она ненормированная какая-то, то есть разного плана, когда человек не приходит как на завод и по сменам работает, а постоянно меняет локации свои, типы деятельности в течение дня. И поэтому может в разное время найти время, чтобы позаниматься, и это все время разное. Тут я говорю, что нужно найти, просто подобрать желательно тип работы, который подходит для любого времени суток. Вот почему я и заговорил про день. Потому что обычный день никто не рассматривает как такой момент, вернее, как то время, когда можно позаниматься. И из-за этого, я хотел сказать, благодаря этому, но здесь благодаря носит негативный подтекст, из-за этого многие люди просто вообще не находят времени потренироваться. Вообще не находят. Потому что вечером они для этого не могут найти сил, а утром они для этого не могут найти мотивацию. А днем они считают, что тренироваться не стоит, они этого не видели никогда, не пробовали, не знали, считают, что это неправильно. И в итоге просто времени для тренинга у них совсем нет. А ведь на самом деле, общаясь с разными людьми, и обычно с офисными сотрудниками, со многими, по крайней мере, я делаю вывод, что именно в течение дня, что именно днем для большинства легче всего найти время, около часа или даже полутора, для того, чтобы позаниматься. Вот, такие пироги, не рассматривают, не рассматривают. И только вот общаясь с теми, с кем пересекаюсь в спортивном клубе днем, нашел среди них единомышленников, которые считают, что днем заниматься очень здорово. Причем, абсолютное большинство из них просто по принуждению вынуждены были начать заниматься днем из-за того, что не находили другого времени. Попробуйте? Ну что, попробуйте? Советую. Кстати, вот я поделился тем, что у меня идет именно вечером силовой тренинг, хорошо. А кто еще вечером тренируется? Ну, силовух. Вот у кого именно вечером силовуха больше придет? Потому что я знаю тех, кто любит утром силовым тренингом заниматься. Прямо реально. Встают люди в 6 часов утра, едут в спортивный клуб, клуб открывается в 7, и в 7 часов они уже железки ворочают. И им прямо нравится конкретно заниматься с утра железом. Я вот не очень люблю. У меня силовые показатели с утра невысокие, и, соответственно, тренинг не такой получается эффективный и не такой результативный. Вот у кого как? У кого силовой тренинг идет лучше утром, а у кого силовой тренинг идет вечером? У меня вечером. Лучше всего получается. А у кого еще вечером? И вообще силовым тренингом, ребят, занимайтесь. Потому что вопрос часто в мой адрес приходит такой. Как, ну, это вот, мне кажется, вопрос в основном для, ну, либо дилетантов, либо кто-никогда не подходил к подобной теме, совершенно никогда. Можно ли сочетать силовой тренинг и занятие боевым спортом? Вот такой частый вопрос. Его где только не задают. На форумах задают. Всем людям, которые маломальски причастны к искусствам боевым и в том числе там силовой занимаются, задают. Ребят, я всегда, вот раньше я так подробно и развернуто вот отвечал на все вопросы на эти. Почему это можно, почему это не противоречит? Последнее время стал отвечать очень прост на этот вопрос. Вы посмотрите на дивизион профессионального бокса, особенно супертяжий, атлетического телосложения, у которых в работе силовой этом тренинг занимает огромное количество времени. Вспомните Майка Тайсона, как он вместе все время соединение слетает. Отлично влияет силовой тренинг на сочетание с искусствами боевыми, боксом и чем угодно. О, да, часто, даже ночью. Как вы относитесь к изометрическим упражнениям? То есть, сокращение изометрика. Тут две вещи. Без сокращения мышц есть два типа работы на самом деле. Есть изометрическая работа. Ну, это классическая тема. Это Александра Заса. Он развил ее, вернее, ну, предложил ее как серьезную методику и после этого стали серьезной этой темой заниматься. Второе, это есть статика, есть статодинамика. Статодинамика, ну, она говорит о том, что там все-таки движение какое-то присутствует. Отношусь очень позитивно. По одной простой причине. Ну, действительно, Зас был абсолютно прав, когда говорил, что изометрика развивает сухожилия. Правда, он считал, что из сухожилий силы берется. Ну, там, нет, это, конечно, неправильно. Сухожилия силу дать не могут. Лишь опосредованно. В каком ключе? Чем крепче сухожилия, тем меньше включается защита при огромных нагрузках. То есть, закон самосохранения ниже. Потому что в сухожилиях находится огромное количество проприорецепторов. Если сухожилия чувствуют, что они с нагрузкой не справятся, они не дадут мышцам сокращаться очень сильно. Поэтому развивать обязательно нужно сухожилия, сумочно-связочный агмотаппарат. И лучше, чем изометрическая нагрузка, для этого вообще ничего не придумано. Статика, это примерно то же самое, только в изометрии вы работаете на пиковой нагрузке. То есть, максимально есть сокращение, аж прямо до дрожи в течение 7-15 секунд. В статике же вы можете сокращение делать очень длительным, до минуты и даже двух. Но нагрузка идет не пиковая, а просто длительная. Вот все. Статодинамика, это уступающая, как правило, работа в виде типа негатива какого-то, либо позитивного сокращения. Но когда вы медленно, очень мышцу сокращаете и совершаете работу по перемещению, ну, конечности или что-то еще, ну, медленно. В общем, на статику похоже очень. И на изометрии, может быть, тоже похоже, но только мышца все-таки сокращается, но очень медленно. Вот. И полиметрическая работа, отношусь тоже очень хорошо, это прям прямая противоположность, это работа на взрыв. Это вот, если ноги рассматривать, различные выпрыгивания, запрыгивания. Старт очень, там, это быстрый, низкий старт, предположим, да, при беге, при начале спринта и так далее. Вот. Считаю, что все эти типы работы надо обязательно сочетать, потому что каждый из них ответственный за какой-то очень важный показатель в комплексной подготовке мышцы сумочно-связочного аппарата. Вот как раз, что касается изометрики, статики, особенно для мелких...